МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. В какую цену? Министр экономического развития Чуваши прокомментировал ситуацию на продовольственном рынке Республики. Берегите себя. В Чувашии отметили Международный день здоровья. Что пожнем? В Министерстве сельского хозяйства обсудили ход подготовки к полевым работам. Глава Чуваши сегодня находится с рабочим визитом в Москве. Михаил Игнатьев принял участие в заседании Государственного совета, которое провел президент Владимир Путин. В этот раз в Георгиевском зале Кремля обсуждали меры по развитию малого и среднего бизнеса. С подробностями Родион Архипов. Расставляя приоритеты, он порекомендовал главам регионов не отталкиваться от малого бизнеса, как от чего-то лишнего. Необходимо создавать все условия для развития малого бизнеса, минуя коррупционные схемы. В настоящее время 18 миллионов человек трудятся в малом бизнесе. За пять лет есть все шансы реализовать и покрыть потребности рынка с его помощью. Прозрачность ведения бизнеса должна создаваться на местах в регионах. Он также отметил, что не должно быть резкой налоговой нагрузки в регионах. Что касается проверок малого бизнеса, необходимо сметить предыдущие опыты, в частности, 2014 года. Эту рекомендацию он дал Генеральной прокуратуре. Представителям малого бизнеса необходимо занять свою нишу как на российском рынке, так и на зарубежном. Подробный сюжет о заседании Государственного совета в Москве смотрите в программе «Республика» завтра в 20 часов. Инфляция замедлилась, утверждают специалисты, но это вовсе не значит, что цены на продовольствие не растут вовсе. Расслабляться еще рано считают в Минэкономразвитии Республики и продолжают контролировать ситуацию. В результате принятых с начала года мер цены на большинство продуктов не превышают средний показатель по Приволжскому федеральному округу. По прямому поручению главы Чувашии с начала года специалисты вели мониторинг цен, пытаясь разобраться в ситуации. Отслеживали цепочку, производитель, поставщик, продавец. Проводили рейды, находили новых поставщиков, чтобы создать конкурентную среду. Встречались с руководителями торговых сетей и добились сдерживания цен. Результатом этой работы является то, что мы сегодня по индексу цен на продовольствие товара находимся в Приволжском федеральном округе на третьем месте. Наши цены достаточно низкие. Плюс мы разместили сегодня, размещаем молокоавтоматы, размещаем реализацию продукции молочной на разлив. Почему я об этом говорю? Это единственная позиция, по которой нам пока еще не удается выровнять цены. Выровняв ценовую политику, правительство взяло из-за качества продукции, покупаемой жителями столицы. И если по магазинам вопросов почти не возникает, то в сети уличной торговли все не так однозначно. Специалисты Россельхознадзора провели рейд по местам уличной торговли. По санитарным правилам в подобных павильонах запрещается продавать товары животного происхождения. Здесь отсутствуют холодильные камеры, да и с частотой явные проблемы. Опасность в том, что продается обычно продукция без документов, удостоверяющих качество и безопасность, то есть без ветеринарных сопроводительных документов, без проведения ветсанэкспертизы, в результате убоя животных в личных подворьях, что представляет реальную угрозу для здоровья и жизни населения. Понятно, что цены на продукты с улицы невысокие. Этим они привлекательны. Но специалисты советуют покупать молочные и мясные продукты все же в магазинах, либо на рынках в местах, оборудованных лабораториями ветсанэкспертизы. Лечение обойдется дороже. Екатерина Абрамова, Надежда Яковлева, Александр Петров, Республика. В преддверии пассивной кампании состоялась пресс-конференция министра сельского хозяйства Чуваши Сергея Павлова. Обсуждали ход подготовки к полевым сельскохозяйственным работам, а также другие актуальные вопросы АПК. Подготовка к весенним полевым работам идет полным ходом. Всего планируется засеять 565 тысяч гектаров земли. А это на 5,5 тысяч больше уровня прошлого года. У нас где-то 50% это зерновые, и где-то 6,5% это картофель. Задача в этом году стоит у нас по увеличению посевных площадей под картофелем. Мы планируем увеличить площадь по картофелю на 3000 гектаров. Задачи это выполнимые. У нас есть и семена для этого, и все необходимые техники и оборудование. Однако наличие современного оборудования еще не гарантия успеха. Мартовские капризы погоды подпортили общую сельскохозяйственную картину. У нас март оказался таким, что при средней норме 26 миллиметров асхатков выпало 1 миллиметр. И снег практически испарялся. То есть не растаял и впитывался в почву, а испарялся. И в целом на сегодняшний день пока у нас ощущается дефицит влаги в почве. Где-то от нормы это от 90 до 70%. И надеемся, что в последующие дни будут дожди, и тогда мы восполним те запасы влаги. И уменьшится риск гибели озимых культур, но и весенняя влага дает развитие ранним посевам. Чтобы увеличить жизнеспособность озимых культур, в республику завезено 8,5 тысяч тонн минеральных удобрений. Полтора миллиарда рублей из федерального бюджета и более 800 миллионов из республиканского выделено в этом году на поддержку агропромышленной отрасли. Основная часть субсидий направлена на оплату процентов по кредитам для сельхозтоваропроизводителей. Повышение ставок не ляжет на их плечи тяжким бременем. Из 23% государство субсидирует 17%. Оставшиеся 5-6% вполне подъемны. Дарина Игнатьева, Надежда Яковлева, Александр Петров, Республика. Сегодня отмечается Всемирный день здоровья. В рамках этого дня в Чубаксарах прошла акция «Время быть здоровым». К здоровому образу жизни приобщалась и наша съемочная группа. Здоровый образ жизни всегда в тренде. Так считают студенты ЧГУ и жители столицы республики, которые приняли участие в этой акции. Начали по традиции – с зарядки со звездой. Ее проводила гимнастка Полина Федорова. Как видите, нас сегодня немало. Нас немало все собрались, все активно принимают в этом во всем участие. И даже такая плохая погода не испортит нам хорошее настроение. Мы будем сегодня веселиться, пропагандировать здоровый образ жизни, поднимать всем остальным настроение и говорить, как же это круто. Соблюдать здоровый образ жизни, быть здоровыми, быть спортивными – это здорово. Любой желающий смог узнать основные показатели своего здоровья. Для этого около главного корпуса ЧГУ работал передвижной мобильный комплекс. Также горожане смогли получить консультации и рекомендации специалистов. Был организован маршрут здоровья. Подобные акции здоровья проводятся в Чубаксарах постоянно. У нас повышается информированность населения. Люди достаточно активно интересуются своим здоровьем. Наши результаты, они заметны, что люди уже стали больше обращать внимание. То есть стараются правильно питаться, больше двигаться. То есть и привлекать себя к всевозможным занятиям. Основная цель таких акций – привлечь горожан к здоровому образу жизни. После того, насколько внимательно люди будут относиться к своему организму, зависит уровень качества и продолжительность жизни. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Кодовщине Великой Победы правительство России обеспечило всем ветеранам бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта. Кроме них, эта льгота распространяется и на сопровождающих лиц. С 3 по 12 мая бесплатный проезд будет действовать на территории Российской Федерации. В Чуваши основным перевозчиком выступит Чуваш Автотранс. Бесплатная перевозка будет организована к местам проведения праздничных мероприятий на территории республики. Также, если ветераны отправляются за пределы Чуваши, их довезут до вокзалов и станций. Для того, чтобы оформить бесплатный проезд, необходимо на сегодняшний день обратиться в кассы наших перевозчиков, где оформляется документ о проезде. Для того, чтобы документ оформить, необходимо на сегодняшний день удостоверение участника или инвалида Отечественной войны с дополнительным предоставлением документа, удостоверяющего личность, это паспорт, ну и для сопровождающего лица это общероссийский гражданский паспорт. Провоз багажа также будет бесплатным. По последним данным, уже 14 участников Великой Отечественной планируют посетить праздничные мероприятия в городах-героях России. Татьяна Леонтьева, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика. Ветеранам в преддверии Дня Победы продолжают вручать юбилейные медали. На днях торжественная церемония прошла в 4-й Чебоксарской гимназии. Воздушные шары, цветы и улыбки. В 4-й гимназии особый праздник. Здесь встречают ветеранов войны. Финаль вручается Майковой Палетине Матвеевне. После официального награждения концерт. Ребята подготовили для ветеранов яркую программу. И в Берлине в праздничную дату был вас двинут, чтоб стоять века. Памятник советскому солдату с девочкой, спасенной на руках. Он стоит, как символ нашей славы, как маяк, светящийся в Англии. Это он, солдат моей державы, охраняя мир на всей земле. Написать стихотворение или песню можно о каждом советском солдате. В боевых действиях их участвовало более 34 миллионов человек. Своя неповторимая история есть и у тех, кто работал в тылу. У меня уже 87-й год идет. Я в колхозе работала 5 лет во время войны. Вот такого счастья у нас не было, как у вас. У нас не было детства, у нас не было юности. Трудное время было. С 14 лет я уже встала за станок токарем работать. И многие годы работал за станком, чуть ли не до пенсии. Два года оставалась до пенсии, я уже более-менее на легкую работу перешла. В общем, трудилась со всеми взрослыми вместе. Поэтому так важно ценить каждый мирный день, рассказывать детям о войне и ее героях. Конкурсы рисунков, сочинений, встречи с ветеранами проходят сейчас во всех детских садах и школах России. Мне очень приятно, что ветераны приходят в наши гимназии и рассказывают о войне, о том, как они работали, трудились ради нашего будущего. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. Медаль в честь 70-летия Великой Победы есть и у Валентины Васильевны Лахман, участницы Великой Отечественной, уроженки Чуваши. В свое время Валентина Васильевна организовала в 37-й школе музей боевой славы 101-го отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи. В преддверии Дня Победы юные экскурсоводы музея пришли к ней за новыми экспонатами. В 1941 году 18-летняя Валя, одной из первых комсомолок, ушла добровольцем на фронт. Начало новой военной жизни помнит до сих пор. Как только пришли на вокзал, крикнули по вагонам. А вагоны были телячьи. К каждому взводу один вагон был. И потом в вагоне двухъярусные полки, как называется-то, и на верхнюю полку сразу сказали, что держать только оружие с собой, а лежать не развиваясь, потому что будет воздушная тревога. Валентина Лахман дошла практически до Берлина, закончила войну в Восточной Пруссии. Потом еще семь лет работала на восстановлении народного хозяйства. Так назывались огромные стройки, развернувшиеся в разрушенных войной областях. И везде с ней была фронтовая подруга – гитара. Это фронтовики подарили. Поскольку никто не умел, я только умела на гитаре играть. Мне подарили. Сегодня и самой Валентине Васильевне играть уже трудно, поэтому гитару она передала в Музей боевой славы 37-й школы. А еще – саперную лопатку. Именно такой лопаткой приходилось окапываться при налетах все четыре фронтовых года. Теперь оба экспоната займут достойное место в экспозиции музея. Спасибо вам, что боролись за наше будущее. Спасибо. И с наступающим 9 мая. Пока были силы, Валентина Лахман ходила в школу, участвовала в военно-патриотическом воспитании, занималась с активистами музея. Сейчас и ребята, и учителя, и депутат Чебоксарского городского собрания Ирина Клементьева сами приходят к участнице войны. С большим удовольствием. Благодаря вам мы сегодняшнем в свободной стране. Огромное вам спасибо. Это мы вам низко клонимся за ваши труды, за ваши победы. Спасибо вам огромное. Елена Гальперин, Александр Петров, Республика. Помимо юбилейных медалей, более 25 тысяч участников Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты. Материальная поддержка в размере 7 тысяч рублей будет оказана участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также вдовам военнослужащих. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники концлагерей получат по 3 тысячи рублей. Единовременные выплаты будут доставлены ветеранам войны вместе с пенсией уже к началу мая. Военные пенсионеры получат выплату через силовые ведомства. Журналист, драматург, государственный деятель. В Литературном музее накануне вспоминали о Василии Ржанове. Вечер памяти посвятили столетию со дня рождения известного писателя. Страницы его богатой биографии перелистал и мой коллега Дмитрий Ковалев. С любовью к родине эту выставку назвали не случайно. На ней удалось собрать все, над чем трудился известный драматург, а также его личные документы и фотоснимки. Немногие знают, что свои первые статьи и пьесы Василий Тимофеевич начал писать еще в школе, говорит его дочь. В 10 лет он стал редактором школьной стен газеты. В 12 лет он написал две пьесы – «Оброк» и «Похищение Екатерины». Одна из этих пьес была поставлена на школьной сцене. После окончания школы, уже в 1931 году, он сразу стал работать в республиканской газете «Канаш». Василия Ржанова многие называют патриотом. Военный журналист в годы Великой Отечественной он сражался, что называется, пером и с оружием в руках. Его наградили орденом Красной Звезды, но в 40-е Ржанова представляли и к ордену Героя Советского Союза. Об этом свидетельствует известный татарский генерал Булатов. В его книге и его воспоминаниях есть такой эпизод. Василий Ржанов был представлен к званию Герой Советского Союза. Но, к сожалению, грузовик с документами попал под немецкую бомбежку. И ничего от документов не осталось. Видимо, повторно уже не стали представлять. Видимо, не до этого было. Так что Василий Ржанов – это писатель, воин. Это свободный дух чувашского народа. После победы Василий Тимофеевич вернулся туда, где начинал свой трудовой путь. Его упорству можно было только позавидовать, проработав директором Дома народного творчества, он стал у руля Управления по делам искусств. Именно в это время в республике начали восстанавливать дворцы культуры. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Он написал огромное количество фильетонов и сатирических пьес. Многие помнят, как Василий Тимофеевич трудился заведующим литературным сектором Чувашского драматического театра. Многие друзья драматурга вспоминают. Спектакли по его произведениям всегда проходили с аншлагом. Медриковалев, Республика. Лики и сюжеты. Выставка с таким названием открылась в преддверии Пасхи в Центре современного искусства. В 2000 году в Великом Новгороде археологи обнаружили небольшой лист бересты. На нем с обеих сторон были процарапаны человеческие фигуры. Образ Иисуса Христа и Святой Варвары. Датируется находка 6537 годом от Сотворения мира или 1029 годом от Рождества Христова. Иными словами, берестяные иконы на Руси были известны очень давно. Мастера и сейчас, в веке XXI, любят этот материал. Накануне в Центре современного искусства открылась выставка берестяных икон, декоративных панно, лики и сюжеты. В иконах, которые выполнены строго по канонам из благословения Нижегородской епархии, созданы образы Пресвятой Богородицы, Иисуса Христа, многих православных русских святых. Мастера восстановили старинные русские технологии, чернение и вощение, инкрустирование различными сортами бересты, жемчугом, полудрагоценными камнями. Основные материалы для своих работ – дерево, бересту и воск. Мастера заготавливают сами, полностью отказавшись от использования искусственных красок. Выставка пробудет в столице Чувашии до 10 мая. На нашем телеканале продолжается проект «Отличные студенты». В каждой серии юноши и девушки проходят всевозможные испытания. Сегодняшний конкурс можно назвать одним из самых жутких. Да, настоящие вьетнамские тараканы. Внутри этого террариума среди опилок лежит вот такой вот червячок. Его нужно будет отыскать. Стоп! Можно вылазить? Нет, это нет. Сначала уже очень интересно. Кто из студентов справится с этим испытанием и приблизит свою команду к победе? Смотрите проект «Отличные студенты» сегодня в 20.30. Олимпийский чемпион 2004 года Юрий Барзаковский утвержден на должность главного тренера сборной России по легкой атлетике. Именно под его руководством будет формироваться команда, которая представит нашу страну на чемпионате Европы в Чебоксарах. Юрий неоднократно бывал в Чебоксарах, участвовал во многих соревнованиях. На предстоящий в Чувашии в июне чемпионат он пригласил министра спорта России Виталию Мутко. Ведь принять участие в самом долгожданном спортивном событии этого года изъявили желания многие звезды российской легкой атлетики. Таким был этот вторник глазами корреспондентов национального телевидения Чувашии. Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова